привет мои друзья давайте в этом я постараюсь не очень большом видео освежим некоторые навыки которые нам помогают сдавать спикинг на айлте косвенно это касается спикинга практически на любом тесте я недавно убедился я вам сейчас расскажу что ваша подготовка к дуолингу может реально вам помочь например в сдаче айлтс и наоборот потому что спикинг все-таки он есть спикинг вам нужно говорить выдавать звуковые сигналы на определенные темы в каком-то тесте больше времени дается в каком-то меньше в каком-то вас человек спрашивает каком-то компьютер спрашивает но суть то одна и та же и я вам хочу сказать это вот что меня сподвигло на запись вот этого маленького видео такого практического я периодически такие видео снимаю спон полу спонтанно недавно ученица у меня сдала айлтспикинг на 7 это не очень высокий хороший но не очень высокий балл но прикол был в том что до нашей с ней подготовки она сдавала этот спикинг на 5 и по моему один раз проскакивала 5 и 5 это максимум то есть получилось мы на полтора два балла повысили спикинг каким образом мы готовились два месяца к дуолингу потому что колледж написал допустим там из-за карантина сдавайте дуолингу вот она энергично мы готовились дуолингу тут за 10 дней до подачи документов она проверяет и не проверяет как-то случай полуслучайно заходит на сайт этого универа опять а там написано ввиду того что тест-центры возобновили свою работу уважаемые кандидаты давайте-ка айлс давайте они дуолингу вот так вот коротко и ясно когда эта новость была опубликована трудно сказать может быть не за 10 дней до раньше но никто же не видел получился стресс человека и нам нужно было за буквально там 4 5 занятия освежить этот айлс и попытаться перенести то что мы приобрели при подготовке к дуолингу на айлс и что я хочу сказать получилось у девушки видите я сразу и сказал что насчет спикинга не волнуйся то что ты на дуолингу там пыталась она все тебе поможет в айлс и видите сработало на сто процентов 7 баллов за спикинг это нормальный хороший балл не девять но и вот мы с ним чуть-чуть обсуждали как она то она делилась впечатлениями и чему я ее как бы учил и в дуолингу и вот это в айлс и вас спас и вам постоянно это советую итак смотрите представьте себе вы заходите в эту комнатушку там сидит добрый экзаменатор вот который тоже может быть человеком обычным а может каким-то необычным эксцентричным старайтесь воспринимать его и ее внешность в плане внешность ним не то что привлекать не привык а вот поведение по отношению к вам философски с юмором потому что никогда вы не угадаете что он или она думает и что он вам поставит вот здесь это проявилось тоже ученица говорила что было такое пару раз что она так меня всматривалась как-то с таким удивленным взглядом я думала на меня не понимает то есть все мне капец просто ну капец нужен так смотрит что я такое милюк а видите поставила 7 вот вам и прикол поэтому никогда не пытайтесь заранее угадать если сильно улыбается вам качать время головой это еще не значит что вам поставить 9 уже тоже сотни раз было если смотрит на вас как этот же голодный дикарь петекантроп с дубинкой да тоже не думайте что что-то ему не нравится или ей все нормально просто человек устал или предельно сосредоточился или вообще бог его знает что у него происходит там в мозге на этот момент ну что теперь смотрите переходим к пару более практических таких самая главная мораль этой басни я вам всегда говорю во всех своих видео это не молчать давайте сформулируем позитивно так как вы знаете мозг приставку не действительно часто игнорирует получается я вам выдаю установку молчать давайте на главное побольше говорить без пауз опять-таки без пауз до без игнорирует опять паузы как мы еще перефразируем с вами попозитивнее много говорить побыстрее много и побыстрее говорить до предела то есть до предела времени вот насыщенно много ну и вот перефразировано без пауз да это ваше самое большое оружие конечно если у вас высочайший уровень английского вы какой-то ученый и жили там я не знаю в канаде 10 лет и общались и потом вряд ли у вас будут какие-то проблемы но это абсолютно редкий случай и вы себе побеседуете с этим экзаменатором получите там свои 8 8 и 5 и пойдете домой в основном у вас какая проблема то что боюсь не знаю чего говорить и мычу и отрепетируйте так сами или с аппетитером чтобы у вас не было таких пауз это самая нехорошая типа у их нужно заполнять фразами наполнителями называют кто их redundant language такой излишний язык просто link in phrases филарис наполнители соединительные фразы вот посмотрите например я не буду сейчас тут сильно стараться например giving gifts один из самых таких таких то нет никаких таких вопросов которые часто кандидатов ступор вводит потому что дарение вот этих подарочков кто кому такое ну да такой вроде детский сад и такое тошнильное а говорить то надо и говорит надо интересно итак нас спрашивает наш веселый экзаменатер when do people give gifts or presents in your country начинами о thank you for such an interesting question i would like to say that i cannot of course name all instances all examples or cases when people give each other presents but of course just off the top of my head i think that they give presents смотрите сколько она говорила еще к сути не пришел that they give presents to each other mostly on birthdays and also on several occasions such as the 8th of march the so-called famous international women's day and basically basically new year of course this is a national celebration yeah also i can refer their uh easter and christmas yeah so mostly i think these four instances yeah and just recently you know i have given my mom uh present a present on her birthday yes it was a perfume and she was very happy so this was a practical application of my knowledge about this хе-хе-хе ну в таком духе конечно вы скажете многие из вас я так не смогу проговорить ну ваша задача не так именно там как я проговорить а главное чтобы не было паузы заполняем ее то есть это фразы на соединители это не фразы смысловые поэтому акцент на них делать не надо потому что тогда она же выглядит как вроде вывод ну естественно вы их выдаете пыжитесь вас как репетитор научил их выдавать так вы выдаете да вы их выдаете типа спонтанно легко тогда не звучат как наполнители как и в вашем языке а потом вы перейдете в сути к сути запомните ваша суть на тестах никого не интересует кому вы даете подарки когда зачем ну реально это их интересует ваш английский суть никому не нужна можете придумывать врать что угодно делать да даже если после вопроса не написано ну вы то не будете их видеть ну даже если вас они спросят вай вай нот вы типа сами себе добавляйте вай вай нот вай 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 почему почему-почему-почему because 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 вы провоцировали себя на большее количество разговоров so do you ever take a gift when you visit someone in their home допустим мы стараемся быть позитивным of course absolutely you know though i don't visit other people often i would say but each time i'm going to visit my friends and specially if they have some babies children of course i drop by some shop in the vicinity and so i fetch some presents mostly not expensive of course because i don't think that my income allows me to do so but this sign the symbol of attention and appreciation to others it definitely helps to establish warm kind relationship and so yeah of course i always take something small usually those perfumes which i have already mentioned or some nice expensive chocolates all that jazz know what almost i'm surprised when did you last receive a gift what was it когда вы последний раз получили этот гифт да и сразу пытаются вспоминать как бы правду да боже когда последний раз о чем мне дарили да а мне уже два года ничего не дарили мама так а что мне там ну не надо ну будем как дети ну представим что вам подарили мама или папа или бойфренд или герлфренд или сестра что-то там подари давайте скажем шоколадку подарили там позавчера к примеру да потому что у папа было хорошее настроение он в магазине вспомнил про то что вам нравится шоколадки и подарил шоколадку ну к примеру ну к примеру не надо вспоминать три года назад как баба параска вам там дарила я не знаю какие-то шорты чтобы вы ходили купаться еще и какие какой бренд вы себя замуж потому что у вас же время здесь немного то есть вам нужно говорить а не думать ну можно конечно так yeah yeah let me remember please let me recollect ну можно но вы будете волноваться вряд ли вы так будете на расслабоне там плямкать вы будете зажаты поэтому выдумываем когда вы дошли дошли киви гифт вот воздушный кейс и и науне ну а кукупы да это пират азиады да и вы я называю азиады азиады он 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 о в he was going to buy something for himself when accidentally he also remembered about me and you know he bought me a nice bar of chocolate he knows that I'm crazy I completely adore those chocolates especially milk chocolates I love drinking coffee with them and so you know he bought me a big plump bar of chocolate which he proudly presented to me upon his entering the flat it was a miracle I didn't expect it though the present was not very large but the value of it for me basically it's not based upon the size it's based upon the attention and love which is manifested by members of my family so honestly speaking I was just in tears yeah I burst out in tears so I was in cloud nine it was really something else do you enjoy looking for gifts for people? why, why not? естественно, как я всегда говорю стараемся быть позитивными даже если вы не очень-то уж там любите дарить подарки полюбите на период 10-12 минут для IELTS yeah, absolutely I'm crazy about giving gifts to people because though, yeah you know, it requires some consideration money, of course some resources and time and energy but, you know, the price is nothing compared to the enjoyment which I get when I see the people being just being very happy being very happy upon receiving my gifts yes for me it's something really outstanding I just so, especially children you know, children can reveal the exuberance of their joy in such a natural manner that I just so, for me looking on that scene of a child being happy is really out of this world so I always take the chance to give someone those presents and it really you know it drives me crazy but in a positive aspect I believe so, yes always, always I enjoy I go to market street markets those malls doesn't matter much to me I believe because anyway we are able to buy something to find something decent if we input some energy into this and especially if our mindset is positive yeah ну вот ля-ля-ля-ля-ля-ля что-то он вас там еще спросил смотрите я не молчу ну, пару раз я запутался потому что ну, как вам сказать все-таки я для вас это записываю и я не такой собранный как я был бы на IELTS конечно там бы я строчил бы еще в два раза быстрее может быть даже ошибочки какие-то делал бы но кстати слишком-слишком быстро уже не надо было пару случаев в практике у меня когда ученики ну, я же не сидел там с ними вот рядом ну, они утверждали, что так быстро им показалось стрекотали да трещали, что экзаменатор, наверное, уж совсем ну, не понял, что они говорили поэтому балл был занижен то есть люди получали 7 за спикинг которые реально могли получить бы и 8, 8, 5 жили в Америке много лет там и так далее бог его знает что ну, я думаю, вам это не грозит чрезмерная скорость то же самое смотрите вот вторая part to describe something you did that was new or exciting опишите что-то, что было для вас новым или волнующим тоже не мыслим глубоко не надо вспоминать всю свою биографию до прадеда Конана варвара да не надо это все что-то простое что-то такое что волнительное для вас было например я не знаю там ну, вот мой мозг почему-то быстро там допустим пойти со своей собачкой первый раз погулять ну, к примеру так, у меня, допустим мне подарили щеночка там или собачку вот я вчера позавчера неделю назад первый раз пошла с ним на прогулку а он у меня крупный щеночек и вот типа он так дергался и пытался бежать что я еле-еле удерживала люди ну, я шучу шарахались там от меня или наоборот кричали какая милая собачка для меня это было огромным открытием огромным опытом потому что я теперь знаю как гулять с огромными собачками окей ну, допустим вы минутку готовитесь да за эту минутку я бы вам рекомендовал так как планчик у вас в принципе этот есть перед вами да переписывать его там заново нет смысла планчики обычно хорошие здесь вот эти пунктики они вам помогают можете говорить о чем-то другом как пишут IELTS эти эксперты не обязательно именно прям эти пункты просто они вам помогают что нам изобретать велосипед я бы на вашем месте лучше бы 3-4 демки накидал бы на этот ваш листочек типа it's not my cup of tea it's another kettle of water and all that jazz on cloud nine on seven heaven it really drives me up the wall ну, тысячи я думаю идиомки ценятся только в меру да 2-3 демочки если вы природно так кинете это однозначно можете считать что плюс балл вам уже есть то есть я бы на вашем месте идиомочки написал за минутку освежил просто и так на микросекунду задумался куда бы мне их вставить ну, или хотя бы чтобы они у вас перед глазами были когда вы разговариваете да, на листочке у него с перед глазами чтобы ну вот, смотрите у меня две минутки да, я не буду сейчас время придерживаться чуть поговорю you know, speaking about some смотрите обертите внимание я делаю большие вступления и большие соединительные штучки это нормально и классно ну, не чрезмерно но вот побольше побольше я не думаю что вы выдали слишком огромные у вас не хватит нервов их выдавать так что не переживайте It wasn't a newborn puppy, but a couple of months. And, you know, the task was to walk this dog. It was happening for the first time in my life. And it was a real challenge, because I knew that I'm not such a big guy. And I had to hold that dog on a leash. And I knew that it would dash, push and pull here and there. And we live in a crowded city. And the park is several blocks away from my house. So I had to make my way there, through the crowd of those pedestrians. Okay, but, you know, I managed to pull myself together and to leave the house together with my puppy. Yes, you know, all my predictions realized the puppy was pulling me like a tanker. So I hardly, I barely managed to hold it in place. But I was trying to teach it some commands. And I think I succeeded in that, because that bad language, even sometimes, you know, it was emanating from me. Because my nerves, so I was out of my nerves at that time. So when we reached the park, I was just exhausted. And then there were a lot of trees and bushes and paths and not so many people. Finally, I was able to relax and train my puppy how to obey his owner. So this activity was really exciting to me. I understand that maybe most people would tell about some bungee jumping or parachute jumping. Or I don't know, or traveling to some unknown country where there are, I don't know, wild tribes. But for me, you know, if I try to recollect my past, my recent past, this activity, this event was the most memorable. And is, still is the most memorable. So now my puppy, after several weeks of such training, he already obeys me much better. He listens to those commands and fulfills them. And so, yeah, now, but of course I had to buy that special device. I don't remember, actually, and honestly, how it is called in English, to cover his mouth, to cover his snout. Yeah, because he's big and people are afraid of him. That face mask, let's say so. Yeah, I don't remember, honestly, because I'm not a great specialist in kenology. Yeah, and so we walk now together, nobody dashes away from him. And so now it's a present rather than a torture. Что-то в таком духе. Ну, смотрите, я взял специально вообще от балды, как бы. Я даже, ну, не задумывался, не готовился, не старался. Можно, оглядываясь назад, сказать, такое что-то нагородил, да? Тем не менее. Я вам хочу сказать, если вы такое нагородите, меньше чем 7, ну, не поставят вам. Потому что вы говорите быстро, вы заполняете пропуски. Иногда вы употребляете некоторые там идиомочки и слова, ну, в таком духе. Учитывая, что я знаю, как говорят мои ученики, когда они со мной говорят, когда мы репетируем, они волнуются. То есть я представляю, как они там на IELTS, что они там лепечут. Вот, то, поверьте мне, и они получают 7, иногда 7,5, 8, то я думаю, что я наговорил нормально. Ну что, друзья, наверное, мы не будем сейчас брать третью часть. Мы ее вот рассмотрим в следующем уроке. Мораль какова? Я вам всегда говорю, пауза – это самое нехорошее, что может случиться в вашем этом спикинге. Это самое такое нежелательное. Убираем паузы. Репетируйте сами или с репетитором, чтобы пауз у вас не было. Ну, в меру разумно, вы понимаете, да? Не так, как идиот какой-то, ну, совсем уже там. Ну, повторюсь, я не думаю, чтобы у вас был такой уровень английского, чтобы вы так сильно быстро строчили, что экзаменатор не понял, что вы говорите. Скорее всего, проблема наоборот. Это не знаю, что сказать, не знаю, как сказать и вообще. Пауза – это один из показателей вот этого «не знаю что», «не знаю как». Если мы их прячем, ощущение сразу в два раза улучшается у слушателя. Это психологическое вот это воздействие. Откуда он знает? Мы не знаем, что сказать? Или мы просто вот, мы любим так говорить «actually, no, well, answering a question about me, I would probably have to say that». Откуда он знает? Это мы, у нас такая манера разговора, ткавежливая. Или я не знаю, что сказать, и я закрываю эту паузу. Ну, он же не знает этого, да? Да, может он что-то почувствует, но мало ли что он там почувствует. У него есть критерии оценки вашего спикинга. Если вы говорите много и бодро, ну, не может он вам поставить там 5. Ну, минимум 6 вам будет. А вот если вы будете умалкивать, дергаться, нервничать, да? Вот 5, 5,5 вам и поставят. Можно получить, я уверен, высокую оценку 8, 8, 5, 9, говоря не спеша и по делу и без. Но для этого вам нужно поразить экзаменатора красивейшими редкими английскими словами. Знаете, такими конструкциями. Ну, скажем, как, ну, я не знаю, как образованный дядя-профессор какой-то с другим профессором за чашечкой чая в кафе вот так вот общается на какую-то умную тему. Естественно, носитель языка. Ну, хоть не носитель, но, скажем, индус. Они бывают еще красивее говорят на английском, чем англичане. Только акцент смешной, да? Ну, скорее всего, у вас так не получится. Пока. Пройдут годы, если вы поедете учиться за рубеж или жить, вы там натренируетесь, тогда будете как дядьки-индусы. А пока вам главное спрятать свои паузы и глубоко не думать. Два основных аспекта. Запоминаем, да? Никаких пауз и глубоко не думаем. Сочиняем на ходу. Подсочиневываем, да? Вы понимаете, да? В меру разумного тоже. Вот. Про щеночка, я считаю, ну, такой вроде глуповатый примерчик. Да ну и что? Про щеночка, то и про щеночка. Да, я забыл слово намордник, кстати, честное слово. Я не помню, как он. Я знал, не знал, не знал, забыл, да? Не, не помню, как этот намордник. Может, напишите в комментариях. Я даже не буду сейчас проверять, потому что это так редко оно мелькает. Поверьте мне, если вы скажете на английском нормально, что я забыл этот термин, все нормально, вам за это балл не снизят. Вы не обязаны знать слово намордник на английском языке. Как и сопло ракеты, как и какой-то фюзеляж и так далее. Вы не должны быть экспертом во всех сферах человеческой деятельности. Ну что, друзья, я желаю вам успеха на IELTS. Если вам нужна помощь репетитора практика, то есть меня, обращайтесь. Я с удовольствием вам помогу. Мы, бывает, с учениками делаем реальные чудеса за короткое время при подготовке к тестам. За месяц, за два достигаем такого, что, бывает, люди за год не достигают. Если ученик доверяет мне, и мы с ним резонируем, как говорится. То есть мы доверяем друг другу. Нам, как учителю и ученику вместе, хорошо. Ученик окрыляется. Он или она что-то делает, развивается. Я чувствую интуитивно, на что нам обращать внимание. Как его переключать с одной сферы деятельности на другую, чтобы он или она не уставал. Ну и в таком духе. Окей, друзья. Успехов вам на тестах. И встретимся в наших следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!